девочки всем привет сегодня у нас будет видео посвященное моему небольшому заказу арабских ароматов но хотя может быть и большому на 4 аромата здесь будет видео будет недолгим это мои не первые впечатления специально ждала что пирамидки собрались чтобы но некоторые ароматы прям сразу с первого их вдыхания мне так понравились я просто не могла нос оторвать и с первых матас это уже и начну который меня привел в полный восторг покажу вам коробочку сначала так аромат и ну покажу вам коробочку потому что коробочка очень красивая это аромат rd альзафаран такая вот красивая коробочка посмотрите как выбиты здесь как это забыла узор вот такая красота какая-то старенькая картина и в таком красивом оформлении черно-белая сепия то тоже выбиты орнаменты голографическая штучка это однозначно пойдет джак джанк джорнал у меня вот эта сторона вот здесь две и получается одна и другая так покажу вам коробочку здесь состав ну ничего такого супер интересовать тема так вот оставлены потому что но очень красиво вот бутылечек вроде как симпатичный да но сделано было мне пришлось нитки тут отрезать вот этот вот это немножечко сделано неаккуратно и из-за этого знаете когда задумка такая да это же из люкс у нас взята я не помню какой бренд но у кого-то был такой у парочки были такие ароматы в кружевах вот кружева я забыла как называется в кружевной я не знаю кружевной дизайн там тоже по моему был настоящее кружево это красиво все смотрится даже очень сексуально томно но когда исполнение дешевое получается пошло тут более-менее вот это вот наверное я бы избавилась а вот тут бы что-нибудь оформлю не знаю может я еще сама его подправлю просто его тогда будет не узнать если я сама начну украшать свои флаконы девочки чем же пахнет эта прелесть просто если вдохнуть и описать своими словами то это очень нежно невероятно нежно очень яркий фруктовый старт я даже вам больше скажу он апельсиновый это настоящий сочный сладкий апельсин и потом медленно как будто еще раскрывается немного других каких-то фруктов и цветочность приходит но база у него очень легкая такое ощущение что средний и ноты в сердце здесь а доминирует и остаются на протяжении всего звучания стойкостью этого аромата конечно не очень он очень легкий он что-то по легкости напоминает lanvan дорпеш экля который их для дорпеш девочки lanvan но единственное что тот цветочный на мускусе таком водянистом прозрачном но для кого-то он прям мощный а вот здесь я мускуса не чувствую ну скорее всего какая-то такая мускусная база может быть ну вот как я сказала очень фруктовый сладковатый цветочный аромат разнятся пирамиды а нет это единственная пирамиды которые я нашла нет не разнятся это не у этого аромата у него здесь есть роза в составе верхах роза потом апельсин действительно есть и он чувствуется в середине таевская роза жасмин и ланг-ланг шафран имбирь девочки что шафран что имбирь вообще нет забудьте про эти нотки ну по крайней мере я их не чувствую и сама роза и сам жасмин и ланг-ланг вот такие цветы вроде как характерные яркие я здесь не не ощущаю хотя видите может быть они мне чувствуются именно как фруктовыми аккордами очень невнятно это ибо в базе ноты тоже смотрите сандаловое дерево пачули и амбра и мускус тоже пачули нет может быть что-то слегка тревесное ничего амбрового нет вот мускус аромат вроде как как он сказать невероятно женственный летние однозначно хотя можно я могу представить его носите круглый год сочный и слегка сладковатый то есть это не такая убойная сладость для любого возраста вообще для любого возраста единственное что кто любит послаще по насыщение это вот вам не сюда и что еще до соответственно стойкость не очень ну понятное дело аромат очень легкий аромат очень легкий ну прекрасно девочки можно покупать вслепую вот если любите апельсин если вас не пугает в базе мускус немножко и как я уже сказала пачули здесь не чувствуется и вот эта вся цветочная середина где она цветочно пряная даже знаете иногда часто слышала девочек в морозах такие ароматы проявляют свой характер и становятся такими более колками более пряными может быть может быть там еще время до зимы побыть но у нас зимы холодно не бывает она больше похож на осень так вот этот аромат прекрасный вот прямо вообще восторг можно покупать вслепую следующий аромат так этот я сейчас чтобы он разошелся у него чтобы было время разойтись этот замечательный этот так следующий аромат девочки это и life life на и это мазон альбрамха альхамбра простите часто путаю слоги очень красивый флакончик и честно признаться я подозревала альхамбра вот этот мазон альхамбра он любит делать именно закосы на какие-то люксовые нишевые ароматы многие хвалят говорят невероятно похоже вообще чудесно замечательно я не вижу стопроцентного сходства если честно но вот этот аромат даже так сказать дай сразу скажу это типа и те кто обожает аромат люксе тут его тоже говорят что очень похож angel nova тот который именно star и ангел который стал самым популярным из этой коллекции девочки оригинальный аромат angel nova для меня но настолько он непонятный я я его вообще не понимаю я и я не могу понять чем он пахнет для меня это что-то фантазийно кисловата фруктовая а вот люди от него тащится а я не могу понять что что это такое почему чем пахнет но вы знаете я решил его оставить пусть вот мне нравится невероятно нравится флакончик посмотрите какое стекло красивое да как такая какая-то ледышка интересно обрезанная видите да какой флакончик и здесь ну красиво мне нравится так чем мне собственно пахнет чем не пахнет этот life он пахнет мне я уже описал он настолько мне немножечко непонятен странен и слишком прост это что-то сладковато кислое свежее непонятное надо будет поносить и посмотреть как будет пахнуть одежда на третий на второй третий день иногда аромат пахнет иначе чем вот это старт возможно у меня сейчас не раскрывается хорошо что-то такое слегка сладковатое но кислинку до сих пор чувствую но не настолько чтобы как-то меня зацепить короче дам ему время а официальный пирамиды такая смотрю на официальном сайте латафа в германии значит у него вот у этого аромата верхах мадагаскарская ваниль слива сын девочки блин постоянно забываю это это приправа зимняя которая везде добавляют почему я забыла так сейчас секундочку я просто гляну перевод потому что я не вспомню сейчас так секундочку какой у нас тут 10 ночи нормально корица господи ну конечно корица вот короче фанель слива корица яблоко и черная смородина черная смородина и может быть яблоком не такой кислотой уже верхние ноты должны быть супер вкусные сладкие арома должен быть зимним томном томности не чувствую ладно средние ноты жасмин самбак тоже как бы не простенько и тимьян а в базе у него сандаловое дерево кедр и оливковое дерево ну то есть не такая плотная база на самом деле понятно то есть аромат в общем то не обязательно плотный посмотрю девочки пусть еще собирается пусть набирает силу поношу его в разное время как я уже сказал попробую аромат на 2 на 3 на 2 3 день как будет пахнуть на одежде но пока его не понимаю у меня есть такие знаете слепые альфакторные зоны сочетания каких-то но и мой мозг просто отключается он не понимает всем пахнет это может быть тот самый случай так следующие ароматы которые мне понравились девочки решила я заказать la vie belle в аналоге от тоже от alhambra amazon alhambra я правда не увидела сразу что этой версии intense а сразу скажу что мне очень понравилось вот вот это вот вот это мне понравилось вот такой бутылек похож у них и на оля оригинальный классический парфюм то есть бутылечек выглядит также может быть бантик не красный не помню точно а что меня сподвигло вот этот аромат мадонны блоссом вроде как многие говорят что он льви и бель это первый раз когда я вот слепая зона была у меня на льви и бель как только я нюхала его я не могла понять чем он пахнет что-то сладкое неразборчивое и и все мне это настолько раздраивало что я не понимала чем пахнет что я у меня была по моему версия для риф и я ее благополучно отдала или даже не покупала и покупала отдала ну да а тут от мадонны блоссом и кто-то пишет да это типа оля вебель классическая я вдыхаю мне так нравится аромат такой приятный приятный сладковатый единственное что мадонна ароматы страшно страшно не стойки вот такая прелесть я вот теперь если честно я сомневаюсь я чувствую это это сладко это много конфет на и гурманики немножечко есть но нет сходства с вот этим и я подозреваю что может быть вот мадонна блоссом это возможно не леви и бель а что-то другое просто кому-то показалось потому что это неофициальная трактовка аромата кому-то показалось я взяла на веру потому что я не знаю как пахнет для вебель как я уже вам говорила я не могла понять чем является теперь блоссом ну потому что да и на должно же совпадать как сказать душа аромата сердце а тут это два разных аромата вообще ничего похожего мадонна блосс мне очень нравится жалко что стойкости нет возможно если потратить затрачу его осенью или как потрачу будет половине уходить куплю однозначно еще в запас ну классный ароматик такой для для хорошего настроения и до 3 евро господи ну так а вот про интенсу девочки какой вкусный аромат как он мне понравился знаете у него такой карамельный старт потом он расходится как будто пряности добавляется у него вот это какая-то карамельность тягучая фруктовая сиропность остается до конца очень вкусно однозначно понравился буду им осенью и зимой однозначно пользуется для лета нет он слишком он он не плотный но для лета он сладковатый сладковато терпкий аромат и девочки пахнет значит официально вам скажу ноты верхах черная смородина и груша сердце состоит из ириса жасмина и апельсинового цвета базе пралине ваниль пачули и тонко бобы тонка не чувствую так пачули а вот пралине ваниль бобы тонко то здесь очень вкусный замес и он стартует уже как-то знаете он не раскрывается так узнаете аромата стартует верхом да вот как вот этот например а потом там середина выходит база вот здесь вот она как-то все сразу начинает пахнуть примерно одинаково я пока не не слышу чтобы он раскрывался сильно просто немного блинеет аромат однозначно понравился и последний аромат девочки это сейчас тоже покажу коробочку аромат продавался вместе с дезодорантом что интересно они дезодорант покажу коробочку это махосин кристалл и что самое интересное обратите внимание отличается вообще пирамида вот здесь с пирамиды которые везде на всех сайтах я не знаю то ли это переформулированная версия аромат вроде как уже снимали снимали с продаж а теперь он вроде как тоже есть и я не знаю какой парамиде верить наверное вот этой сейчас я вам прочитаю оба и в общем скажу чем пахнет вот так выглядит коробочка здесь по-арабски не написано не дается ссылка на сам господи нет дублирование название латинскими а вот здесь есть ведь не махосин кристалл вайлет однозначно мой фаворит вот он мне также нравится как вот этот прекрасный аромат а просто кристалл махосин кристалл я забыла где-то подписать девочки коробка выглядит вот так я ее отложу она ниже и вот это что ли подвинуть тогда не будет видно так вот флакончик он очень простой здесь написано что махосин кристалл за этом особо большое спасибо так или вот так его сделать наоборот нет все равно не видно девочки все равно не так где он я думаю что я его отдельно сейчас нанесу мне он понравился напоминает он чем-то мне то ли одолено по моему что-то из-за ивен или из-за рефлейм очень вкусный аромат но он вкусно цветочный для меня здесь есть фруктовые аккорды но мне кажется цветочность тем здесь однозначно намного ярче аромат приятные для ежедневной носки а ярковатый но не настолько яркий если вот например сравнивать цветочные ароматы и всем известны туда и туда и он такой прям мощный мощный аромат вот этот намного легче здесь как будто яблочный сок есть на фоне вот фруктовые нотки они делают его таким более как будто мягким но вайлет если сравнивать эти два аромата разные ароматы похожие но разные вайлет он больше такой нежный он как валь какая-то знаете валь или органза вот такое а вот этот яркий это как плотный сарафан из из катона яркая цветочность вкусный при этом аромат как будто бы вот если про цветочность можно так сказать и девочки чем он пахнет черная смородина мандарин апельсин яблоко бергамот яблоко я сказала это я угадала яблочный сок не пахнет средний нота жасмин белая фрезия гордени лилия роза и ваниль девочки это все так это вроде как ярко но не выбиваются нотки вот не могу сказать вот-вот гордень или вот-вот жасмин пока на данный момент нет может быть это ваниль так все связывает но прекрасная середина очень мне нравится как звучат здесь цветы и кстати мускус ваниль и сандаловое дерево и сандаловое дерево девочки а теперь я что нафантазировал теперь то что тут написано давайте посмотрим открывается нотками клементина примите цветами клементина да то есть это цветочки потом кассис тоже по моему это цветы и нектарин нектарин я я удивлена в сердце цветочные ноты орхидеи и апельсиного цвета и все это значит в базе у нас мускус ваниль сандаловое дерево и кедр совершенно разные пирамиды но я чувствую яблоко цветочность не яркая поэтому может быть и может оказаться что угодно девочки можно покупать тоже я считаю слепую и кстати вот эти все ароматы что махасин кристалл что махасин кристалл вайлетт что вот этот который называется давайте его произнесу дар аль ханен я не знаю я его вообще произносила дар альха ханен вот так вот пишется девочки все три аромата они бюджетные их можно их можно покупать вслепую запросто вот мне кажется из арабской парфюмерии не все ароматы можно покупать слепую вот например pure mask дезодорант который шел с махасин кристаллом есть он у меня вкусный пудровый аромат дезодоранты у лотов они намного мягче кстати чем сами парфюм парк парфюмы очень мускусные уходят прям в чистоту такое а здесь мягкая пудра здесь нет этого резкого немножечко кисловатого кисловатого мускуса хотя когда не усаживаются надежду про кожи ничего говорить не хочу не наношу арабские ароматы не наношу на кожу и вообще очень многие ароматы я только надежда ношу они тоже высыхают тоже более мягче начинают звучать девочки все я на этом буду прощаться вот такие вот покупочки очень милые конечно когда вот такие удачные ароматы которые ты можешь просто брать и сразу носить из них у меня получается 3 и life now но это может быть моя а факторная проблема да для людей это приятный аромат который тоже можно носить сразу вот этот вот и хочется покупать еще но потом попадается один сложный или два сложных и вроде как нравится но я не знаю когда их надеть под какую одежду и хочется притормозить а вот эти прям вау просто можно унести на работу и сделать его ежедневным ежедневными ароматами никто не скажет фу они не слишком диффузные чтобы люди начали но от этих однозначно вот это может быть все таки аромат на выход и на улицу ну что такое а вот этих никто не станет задыхаться и то есть вот это однозначно можно на работу носить девочки все буду с вами прощаться всем хорошего дня и до следующего видео всем пока пока